привет друзья очередной урок пози браш здесь в правом трее палитры tool в первых рядах довольно удобно расположилась субпалитра geometry на которой мы сегодня и поговорим если раскрыть в режиме математического объекта не так много здесь параметров кроме позиции размера и переводимся сразу в поле mesh объект и она вырастает вот до такого количества значений сегодня рассмотрим часть параметров а именно edge loop и shadow box динамику и кризу мы уже изучали а в следующем занятии рассмотрим оставшиеся инструменты так первое с чего начинаем это edge loop набор инструментов по работе с кольцевыми лупами кольцевой луп параллельные лупы кольца ребер которые идут по геометрии как мы уже знаем если замаскировать часть геометрии нажать control w появляется поле группа на этом месте и сейчас хорошо видно что геометрия такая ломана и мы видим не очень плавную форму этой поле группы это первый метод создания поле группы из маски если же воспользоваться вот этой функции edge loop mask border то произойдет то же самое но плюс к этому поле группа еще и получит на сглаживание да вот такое исходя конечно из общей геометрии из общего количества точек активных если маску сбросить то получается вот такая поле группа она уже не имеет таких резких границ и видно что ребра дополнительные здесь простраиваются таким образом чтобы не получалось нгонов полигонов с количеством точек 5 и выше следующий инструмент который здесь есть это edge loop по сути это экструд но в общем-то он так называется если задержаться и подсказку прочитать экструд edge loop и control е горячая клавиша да кстати для предыдущего инструмента control shift е горячая клавиша control е и control shift е edge loop позволяет делать экструд и он работает только для видимой части сетки эту часть сетки оставляю и нажимая экструд как бы создается внутренняя такая поверхность но самого смещения самого экструд на не происходит потому что параметр дисплейс не указан его нужно привести в соответствие с требованием и вот такой экструд мы уже получаем для тех кто вместе с нами изучал мода этот инструмент аналог бела здесь одновременно и смещение и создание внутреннего лупа происходит если вернуть основную форму мы видим вот такую историю если поставить побольше то вот такое смещение получаем и еще одна опция здесь есть крисп экструд то есть создание тега крис на границе новой полигруппы вот здесь сейчас обращаем внимание и отката изменения включаю эту кнопку и видим вот здесь так крис дополнительное ребро и при сглаживании у нас она всегда будет поддержанным на вот таким то есть не получать деформации но с кризами мы уже работали поэтому откатить их вы же знаете как такой довольно простой в общем-то инструмент и еще раз работает он только с видимой частью сетки вот так и здесь с этой стороны не получается никакой геометрии то есть это по-прежнему единая цельная форма и если мы захотим сделать отрицательное смещение то получается вот такая история с геометрия смещается по нормалям следующий инструмент groups loops создает кольцевые лупы вокруг всех полигрупп видимой геометрии саптула полигруппу создадим здесь вот они три полигруппы 1 2 и общая полигруппа 3 и так нажимаем и видим вот такую ситуацию то есть 4 лупа вокруг каждой полигруппы создалось лупы здесь в данном случае полигонов синие 2 и 2 зеленых здесь тоже самое то есть в общей сложности 4 как было указано вот здесь 4 лупа если указать 2 то их будет 2 сейчас видим что форма меняется когда инструмент запускается так как и вот эта полигруппа общее принимает участие в этой всей тусовки поэтому полигруппы можно оставить для видимости только эти вокруг которых нужно добавить лупы добавляем и получаем вот такую историю сейчас с этим тоже поборемся но общая форма как уже видно осталось прежней форма этого цилиндра она сохранилась и мы видим что вот эта сглаженность да такая полигруппа стала очень сглаженной вот она по сути ушла вот сюда вот они и полигоны и вот эти лупы кольцевые очень сглаженные получились как и здесь поэтому вся геометрия съелась вот так чтобы это поправить нужно параметр полировки вот этот следующий поле что мы его уже часто встречали по курсу и сделан выполняет одну и ту же функцию то есть он сглаживает модель смягчает границы и вот этот маркер сейчас полый то есть форма будет съедаться при любых условиях она будет съедаться если его оставить заполненный в виде точки то форма общая будет стараться поддерживаться но в то же время такой сглаженности самой поле группы и глупов не получится поэтому можно искать баланс ну скажем вот так в зависимости от того какую форму нужно по итогу получить здесь поле группа она не очень такая смысле надо очень низко полигональная форма поэтому эти артефакты из единичных полигонов они конечно будут мешать но если к примеру вот сейчас на 10 поставить сделать вот так на примере вот этой поле группы если посмотреть довольно сглаженная форма получилось и хотя есть здесь замятости вот эти их можно пофиксить например через project как мы это уже делали в предыдущих уроках на референсном идеальном цилиндре то есть изначально скопировать склонировать этот sub tool провести эту операцию а потом уже спроектировать до придания идеальной формы еще один параметр здесь есть triangle это создание треугольников конечной форме будут ли треугольники в конечной форме или не будут на такой простой форме этого не будет видно так или иначе четырехугольники получаются если форма сложная мелкая детализация то возможны и треугольники как мы знаем в треугольниках в принципе особо ничего страшного нет если они используются по делу тем не менее этот процесс все же надо контролировать потому что на формах особенно излома если есть треугольники они конечно будут мешать но это с опытом конечно пару раз столкнувшись с такой проблемой понимаешь о чем речь возможно вы с ней уже сталкивались в общем используйте по необходимости следующая группа инструментов это panel loops инструмент который включает себя вот такое большое количество настроек и по сути является комбинацией инструментов добавления лупов и экстра откатывая изменения до такой таде и если сейчас нажать с настройками по дефолту то мы видим вот такую историю то сейчас мы видим что поле группа опять приобрела такой равномерный край добавились лупы полигонов они соответствуют числу которое определено параметром loops как и здесь для groups loops здесь есть 5 я ставлю 2 откачу и мы видим два кольцевых лупа полигонов видим что появилась толщина но более того сейчас если оставить видимость только этой поле группы мы видим что она имеет толщину то есть это как бы замкнутая отдельная форма но обо всем по порядку инструмент очень мощный и сейчас мы его разберем кнопка double она горит по дефолту активно если ее отключить как раз таки не будет создаваться толщина то есть вся эта геометрия будет принадлежать к общей форме я нажимаю видно что произошла та же самая ситуация по степени сглаженности поле группа превратилась вот такую но общая целостность геометрии не утрачено это цельная геометрия соединенная дополнительной геометрии вот здесь и степень этого смещения сразу поставлю больше скажем 0,5 и уже вот такое смещение видим для наглядности да то есть параметр текен определяет толщину создаваемой геометрии если теперь это сделать с параметром double то мы получаем вот такую отдельную геометрию но уже с другой толщиной параметра pent означает что новая геометрия будет создаваться отдельно от основной формы то есть это будет самостоятельная геометрия как при значении double но сохранять ту же самую позицию как если бы она была без этого параметра то есть том же месте но отдельная и общая форма этого цилиндра который был изначально она не утраченной более того те же самые поле группы сохранились и в принципе мы видим здесь как проходила эта операция то есть вот она это поле группа изначально и вот в такое она превращается стягивается по сглаживанию и получается такая форма сейчас эти два куска они не имеют толщины то есть они полы внутри и не имеют задней стенки вот если в режиме маскирования их оттащить посмотреть видно что ничего за ними не стоит на никакой толщины и откатываю изменения и теперь если при параметре append нажать double сделать то же самое перетянуть то мы видим что есть и толщина то есть опять таки это отдельная геометрия сама форма не искажаются они изменяются эти полигоны не вырезаются ничего не происходит просто наложение таких заплаток когда происходит но дальше на более осознанном примере посмотрим тем не менее этот параметр задает толщину этот параметр append определяет будет ли создаваться отдельная геометрия без изменения исходной то есть эти поли группы дублируются и уже по этим параметрам настроенным отрабатывает append активен только в режиме скрытой геометрии то есть только для скрытой геометрии работает. Если показать всю геометрию, он пропадает. И когда кнопка Double еще отжата, есть параметр Inner, то есть это внутреннее смещение по тому же самому алгоритму, но вовнутрь происходит то же самое. Если активировать Append, Double, будет та же история, но вовнутрь. Параметр Thickness это толщина, о нем уже поговорили Polish, тот же самый параметр опять, который нам хорошо знаком. Чем выше значение, тем более степень сглаженности этой формы. Можно сказать, что весь этот инструмент, он похож на экстракт маски, но является как бы следующей ступенью, так как содержит большее количество настроек и более гибкий. Так если этот кружок отжать, оставить такую точку, он будет стараться сохранить изначальную форму этого цилиндра, ну и более-менее это получается давнего. Кнопку Inner я отключаю. Далее Ignore Groups. Кнопка для вот такого состояния, когда часть геометрии скрыта, она в принципе не принесет никаких различий в работе инструмента и нужна она для того, когда вот такую геометрию мы имеем. То есть у нас может быть здесь 10-20 полигрупп на одной геометрии и мы хотим их все выдавить одновременно, да, если этой кнопки не будет нажата, то будет происходить вот такая история, то есть меняется таким образом. Если эта кнопка нажата, то ничего не происходит. И как понять в этом случае логику этого параметра? Мы сейчас скрываем одну часть, инвертирую вот до такого состояния, могу в принципе новую полигруппу сюда назначить, чтобы быстро ее скрывать. Итак, есть вот такая геометрия и есть задача получить толщину у этого цилиндра. Что будет, если кнопка отпущена? Панел Лупси нажимаю и вот такая история происходит. То есть и эти полигруппы получают воздействие, и эта полигруппа получает воздействие. Здесь есть толщина теперь, но она не заполнена, в любом случае есть толщина у этой стенки. Кстати, чтобы заполнить ее, нужно просто нажать Double параметр. Давайте так и сделаем для наглядности. Вот так я активирую и видим, что эта форма получила толщину и каждая вот эта крышка получила толщину. То есть это как бы затычки такие получились. Общая форма исказилась. И предположим, сейчас есть необходимость получить эту полигруппу как единая целая, при этом не теряя структуру этих полигрупп. То есть если нажать вот эту кнопку Ignore Groups, все вот эти внутренние составляющие полигруппы будут игнорироваться, и эта форма будет считаться единой целой полигруппой. Инструменты будут отрабатывать только на ней. Итак, я нажимаю Panel Loops и видим вот такую ситуацию. Маску сбрасываю. Получили толщину. Эти полигруппы они не отработали, то есть здесь нет как бы заглушек, да? Кнопка Double стоит, да? Поэтому толщина видима. Но они также подверглись операции сглаживания, тем не менее. Почему? Потому что имели вот такой луп круглой формы, поэтому тоже подверглись этой операции. Во избежание этого можно параметр Polish поставить на 0, к примеру, и провести операцию. Вот такую историю мы получаем. Ну и чтобы сильно не искажалась геометрия, можно толщину меньше поставить внизу вот этот загиб. Да, он все равно по нормальному работает. Как-никак получается вот такое изменение формы. Но сейчас уже имеем вот такую форму, довольно близкую к изначальной. То есть мы сохранили и состав Polygroup и получили толщину, то что и хотели. То есть ко всем тем инструментам, которые уже знаете, рассматривали в одном из прошлых уроков возможность толщины с кисточкой Zmodeller, а сейчас через Panel Loops, то есть еще один метод задания толщины. Эту кнопку я отжимаю, Polish поставлю примерно на 5. И сейчас рассматриваем следующую кнопку Reggroup Panels. Кнопку Double я отключаю также, но включаю кнопку Append. И провожу операцию Panel Loops. И вот что получается. Маску я сброшу. И у меня есть необходимость оставить, ну как бы это отдельная форма, да, получилось. Но сейчас, если я попытаюсь оставить эту форму для видимости, вот так нажимаю клик, у меня происходит такая история. То есть эти две Polygroup, они одинаковые. Та Polygroup изначально, которая была здесь, несмотря на то, что это отдельным куском создалась, но все равно имеет ту же самую Polygroup, что изначальная. То есть панель, вот эта верхняя, то есть Panel, это по сути панель, да, и более правильно будет называть это не частью, именно панелью. Терминология такая, чтобы понимать друг друга. То есть вот эта верхняя панель, а вот эта панель, которая была изначально, нижняя панель. В данном случае теперь мне нужно просто разделить эти Polygroup, чтобы новая верхняя панель создавалась с отличной Polygroup от изначальной. Я нажимаю эту кнопку, провожу операцию, все. Теперь эта панель красная. Маску сброшу, вставляю ее для видимости. Чтобы теперь расширить все это выделение до замкнутых форм, Ctrl-Shift-A на клавиатуре я нажимаю, и вот такую форму мы получили по итогу операции. А эта геометрия осталась прежней. То есть вот так быстро мы создали, во-первых, форму, во-вторых, получили другую Polygroup, отличную от исходной, через нажатие вот этой кнопки. Если этого не нужно, в принципе, то можно оставлять ее выключенной. То есть перегруппировка именно панелей без Append. Если это сделать, видно, что вот та панель, которая есть за ней, задняя, она имеет другую Polygroup. Это зеленая, там вот красная такая. Следующая кнопка это перегруппировка лупов. Вновь созданных лупов. Вот сейчас видим, что они такие же, как изначальная форма. Если включаем эту кнопку, то они группируются. Неважно, какая Polygroup была изначально, вот все они становятся одной Polygroup. Синий цвет и вот здесь на каемке. То есть я могу быстро скрыть и оставить только эти лупы. Могу их удалить, могу перенести, могу просто использовать как форму. То есть они объединяются в общую Polygroup этой кнопкой. Верну, видимо, из всех Polygroup, оставлю только эту. И параметр Bevel рассмотрим. В принципе, эти кнопки могу отключить. Итак, вот он сейчас стоит на 50%. И толщину поставлю повыше. Вот такую форму мы имеем. Если смотреть сверху, то видим сразу вот такую форму. По дефолту у нас стоит профиль. Он имеет вот такую форму. Ну, это утрированная сейчас форма, конечно. Но, тем не менее, примерно такой он и будет по дефолту. То есть вот что происходит. И, в общем-то, это первое, что здесь нас должно насторожить. Почему? Потому что при запекании нормалей, если этот проект планируется дальше, по пайплайну, то вот такой профиль и снятие карт нормалей будет затруднительно вот в этих местах. Что это означает? Когда у нас идет процесс запекания карт, вот такая поверхность у нас есть. При корректном запекании лучи, они идут вот так, вот базовой поверхности. И вот здесь все нормально передается в карту. Ту геометрию, которую они встречают на пути, они записывают в карту нормалей. Если же геометрия у нас будет иметь вот такой вид, примерно то, что получили вот здесь, на этом профиле, то лучи, проходя от изначальной формы, особенно вот здесь, не смогут пройти дальше, да, здесь, и непременно вот в этом месте будет возникать артефакт при запекании карты нормалей. Потому что угол между поверхностью, вот этот угол, острый угол, недопустим. Форма должна быть наподобие муравейника, да, то есть всегда хотя бы минимальный, в один градус, но должно быть отклонение вот здесь. При запекании карт, для корректного запекания этих карт. Но сейчас мы рассматриваем профиль, о нормалях еще поговорим. Чтобы не возникало таких ситуаций, просто сразу имеем в виду, вот эту кривую профиля, ее можно настраивать по-своему, то есть Bevel дает величину этого скоса. Вот если на 100% поставить, видим, насколько сильно он отходит. Если минимальное значение поставить, то он не работает. Да, этот профиль, по сути, на эту кривую вообще он не ссылается никак. То есть вот этот параметр Bevel, он определяет силу скоса между панелями, между новой панелью передней и между исходной задней панелью, опираясь на форму этой кривой. Если ее сбросить вот так, и сейчас посмотреть Bevel на нуле, такая история происходит. Если значение в 100, то вот такая история. То есть более сильный скос, он хоть и по прямой линии прошел, но вот эта панель розовая, она имеет большее смещение по отношению к изначальной, вот этой зеленой, да, она меньше нее, если вот так посмотреть. Вот такую силу имеет Bevel. Прошел он по этому скосу. Если опять же минимальное значение, хорошо здесь будет видно, вот здесь этот как раз острый угол между поверхностью, он и будет давать артефакт при запекании карты нормалей. И теперь о самом профиле, о его настройке, то есть аналогия та же, что мы смотрели. Сейчас я оставлю эту полигруппу для наглядности и посмотрим на более гладкой форме. Panel Loops. Я нажимаю, вот такой скос мы получаем. То есть тот артефакт, да, который говорили, залом вовнутрь. Если максимальный Bevel, то вот так уже это отрабатывает. Ну, во-первых, это более корректно, но дает вот такую отбортовку. Далее, для большего понимания, чтобы понять, как работает этот профиль, можно модель рассмотреть вот под таким углом. Вот эта передняя панель, это первая точка, и изначальная задняя поверхность, это конечная точка. То есть левая, это новая поверхность, правая, это изначальная поверхность. И настраивая теперь вот эту величину, например, то есть задняя поверхность будет больше передней. Нажимаем. Видим, насколько сильно она ушла, да, расширилась. То есть сама геометрия, она, разумеется, расшириться не может. Вот эта полигруппа, она остается, потому что с ней происходит вся операция. Вся остальная часть геометрии маскируется, да, у нас срабатывает инструмент. Вот она, эта часть модели замаскирована. Поэтому отрабатывают уже именно лупы, которые создаются вновь через эту операцию. То есть вот тот луп, который был ближе к задней панели, он имеет самый широкий профиль. Срез, если вот так сделать, то мы увидим тот же самый профиль, о чем говорили. Получаем вот такой угол, очень острый. Но если нормали не планируется запекать, то можно использовать и такой профиль. Ну, даже если нормали будут запекаться, в любом случае эту геометрию можно будет отделить. Немного более трудозатратно это будет, но, тем не менее, ее можно отделить и запечь как отдельный кусок. То есть чтобы вот эти две части не встречались. Побороть это тоже можно, это будет дольше, но если есть специфическая задача, можно оставлять и такой профиль. Еще одна фишка этой кривой в том, что мы сейчас не получаем совмещение. Например, если отдельно будем делать эту часть, дабл двойную часть, то мы видим, насколько сильно отстает вот эта форма от изначальной. Чтобы вот этого разрыва не было, точка конечная должна стоять в значении ровно 0,5. Зажатым shift я подвожу. Вот она 0,5. Проведя операцию, мы еще можем увидеть расхождение по форме. Почему? Потому что стоит еще и параметр сглаживания здесь отрабатывает. Если его поставить в 0, провести операцию, то видим, вот как четко теперь совпадает эта часть. Если кривая будет выше по значению 0,5, то мы получим борт шире. Если кривая будет ниже, мы получим вот такой зазор. Ну и здесь тоже можно этим параметром варьировать. Я задам четкое соответствие формы. И, конечно, здесь можно добавлять точки еще. Например, вот так. Какие-то интересные формы получать, в том числе и с тайлом. Оставлю на 2 и толщину побольше. 0,1, к примеру. И получаем вот такую геометрию. То есть как бы это экструд по профилю получается. Чтобы сбросить кривую, вот здесь внизу есть кнопка Reset опять-таки. И можно переопределить эти настройки. И следующий параметр, который здесь есть, это Elevation. Определяет смещение новой поверхности вот этой, которая будет создаваться здесь. Вот изначальной. То есть это не толщина, хотя они похожи с этим параметром. И сейчас мы разберем это ключевое отличие. Толщину оставляю на 0,1 для наглядности. И кнопку Double оставлю активной. Итак, сейчас если проводить операцию вот с таким смещением, мы видим, как отработала эта геометрия. То есть вот эта фиолетовая полигруппа, она сместилась от изначальной поверхности, от базовой полигруппы на такое расстояние, определенное параметром Thickness. Если мы хотим, чтобы вот эта поверхность, она осталась на том же уровне с изначальной геометрией, то есть смещаемая панель осталась на том же уровне с этой геометрией, при этом также создалась и толщина, и все прочее, мы оставляем ее для видимости, и это значение уводим в минус 100. Толщина у нас по-прежнему 0,1 стоит. Мы получаем ту же самую панель с той же самой толщиной, указанной в Thickness, но уже с самого смещения этого не происходит. То есть она остается на прежнем уровне, а толщина простраивается вовнутрь. Такая логика, и если поставить 0, то мы получим среднее значение, то есть вот эта вновь созданная форма, она своим центром будет соответствовать изначальной плоскости. То есть здесь мы указываем просто смещение новой панели. Скажем, если я укажу вот так, то можно получать как бы крышки. Ну, Bevel здесь нужно настроить тогда вот так, чтобы эта форма внешняя соответствовала изначальной. Нажимаем, получаем вот такую крышку. Форма, она как бы заходит, да, сюда. Ctrl-Shift-A. Я нажимаю, чтобы увидеть эту вновь созданную форму. И вот она, как бы такая крышка с таким конусом. Ctrl-Shift-A показывает все элементы замкнутого меша. Неважно, сколько в них полигрупп. Чтобы не выделять, вот так каждую отдельно инвертировать, потом довыбирать. Вот эти искать, да, по сцене. Мы просто выбираем часть замкнутого меша. Ctrl-Shift-A. И все элементы замкнутого меша показываются. Крышка не показывается, потому что это отдельный меш, отдельный замкнутый меш. И для этой геометрии, кстати, объединяя все полигруппы в одну, можно также провести операцию Panel Loops. Имея те же самые настройки Panel Loops, просто проводим эту операцию и получаем две вот таких части. Снова показываю эту часть, подниму ее немного вот так. То есть мы получаем абсолютно соответствующие друг другу формы. Более того, идеально подходящие, да, друг под друга. Вот такая история. То есть возможности этого инструмента, они очень огромные. Ну и сейчас более осмысленный пример. Вот такой примитив. Подразделяем его примерно так. И добавим маску. Но маску добавим с альфа. Возьму такую маску, нарисую за пределами и нанесу сюда альфу. Отключаю лишнюю маску, снимаю. И маску надо отшарпить. И надо убрать лишние вот эти участки, которые могут принести артефакты. Сейчас нам по этой маске предстоит создать полигруппу. И чтобы лишних вот этих кусков не было, ошметков удаляем их. Ctrl W и получаем вот такие полигруппы. Кривую я сброшу. В принципе, такого бэвела будет достаточно. И полиш поставлю с возглаженностью форм на 20. Тыкнес на 0.1. Но сейчас посмотрим, как это сработает. Да, Elevation надо на 100% поставить, чтобы наружу это все происходило. И бэвел еще, видим, очень сильный здесь. И вот тоже надо убрать. То есть, на практике у вас обязательно возникнут вот такие артефакты. Особенно, когда параметры бэвела и Elevation, они перекрывают друг друга. Тогда такие перехлесты получаются. Ну вот, получаем такую форму. Можно сглаженность поставить на 10. Основание новых заплаток можем больше поставить. Ну и тыкнешь уменьшить примерно на 0.05. Итак, получаем вот такую операцию. И сейчас нужно вот эти заплатки, которые получились в результате, вынести за пределы основной геометрии. Но это нам не даст удобно сделать то обстоятельство, что у нас все полигруппы они унифицированы. Если я попытаюсь скрыть вот эти, вновь созданная полигруппа изначально, они отличаются. Поэтому я откачу и переопределю полигруппы. Отключу вот эту кнопку Panel Loops и вот так они уже соответствуют друг другу. Выделяю верхние панели, Ctrl-Shift-A на клавиатуре. Получаем полную толщину и смещаем. И вот такая история получается. Во-первых, здесь полая форма, которая имеет вот такие вырезы. Гладкость будет зависеть от параметра Polish. Толщина будет зависеть от параметра Tycness. Ну и профиль тоже, да, поиграйте с этим для получения различных результатов. Полигруппы. Здесь все завязано на том, как построится изначальная полигруппа. Вот эта полигруппа. А строить их вы уже умеете различными способами. То есть к этому уроку вы уже имеете определенный арсенал построения этих полигрупп и постепенно наматывая на бобину вашего разума всю новую магнитную ленту знаний. То есть комбинируйте, оттачивайте, практикуйте. Дальше количество этих инструментов будет только нарастать. И следующий довольно простой инструмент, который здесь есть, это Delete Loops. Позволяет удалять, быстро удалять лишние петли, которые не несут смысловой нагрузки в том плане, что не держат общую форму. Скажем, вот эти кольцевые лупы, они не влияют никак на форму, просто они здесь есть. И чтобы быстро почистить сцену от этих лупов, я нажимаю Delete Loops и они удаляются. Анализ для удаления идет с учетом вот этих параметров, которые указаны здесь. И для большего понимания рассмотрим на более осмысленном примере. В прошлом уроке, когда мы создавали плеер, сталкивались как раз таки с такой проблемой. Проблема дополнительных лупов. К примеру, в прошлом уроке мы использовали более длинную болванку для создания вычитаемой формы кнопки переключения, потому что ни кисти Z-Modeller, ни инструмент удаления ребер мы еще не проходили, а изменять вручную вот эту форму, если ее скейлить сейчас вовнутрь, то мы видим, как изменяется общий радиус этой формы, что неприемлемо строить новую форму с нуля, это долго. Тем не менее, зная теперь вот этот инструмент Delete Loops, можно в один клик удалять лишние лупы. Но здесь сейчас как раз с настройками посмотрим, что происходит. Но я, во-первых, задам одинаковую полигруппу и угол определяет допуск, в пределах которого будет происходить удаление лупов. Как обычно определяется максимальный угол, то есть 45 градусов. Все, что будет от 45 и выше, будет сохраняться. Вот эти грани, вот это и вот это, они прилегают через вот это ребро друг к другу. И между ними угол, ну, примерно сколько здесь, 15 градусов, да? То есть, если мы ставим 15, все углы, которые попадают в этот диапазон, будут сохранены на итоговой форме. Нажимаем Delete, вот он, этот угол сохраняется. Если не сохраняется, значение нужно поставить еще меньше, скажем, 10. И вот так уже сохраняются вот эти углы. То есть, по итогу, если грани будут прилегать под углом 10 градусов друг к другу, то они и останутся в конечной форме. И вот так, без потери формы, мы удалили лишние лупы. Если мы хотим удалить 100% лишние лупы, которые вообще не несут никакой нагрузки, ставим в единицу. Это минимальный параметр. Несмотря на то, что вот эти лупы соединяют грани с нулевым углом между друг другом, все равно они считаются попадающими в этот диапазон. То есть, нулевой угол, он всегда будет удаляться. То есть, это 100% лишний луп. И если на единицу поставить, можно без боязни потерять какую-либо форму вообще. Мы получаем вот такую чистую. То есть, только на ровных плоскостях будут удаляться вот эти лупы. И вот теперь, таким образом, уже не через скейл, а через маскирование, мы можем менять вот эту форму, сохраняя радиус. Если у вас возникал вопрос, как это сделать по предыдущему уроку, то вот этот рабочий метод. Следующий параметр, следующий ползунок определяет максимальное соотношение ширины и высоты конечного полигона после удаления ревер. То есть, если поставить значение в двойку, то конечный результат будет вот таким. Если поставить на однерку, то удаляются только вот эти лупы, где вот эта пропорция один к одному в данном случае нарушаться не будет. То есть, не выше этого значения. То есть, высота никогда не будет превышать ширину более чем в один раз. Если поставить, скажем, 5, то вот такая история получается. В 8 удаляются уже и эти лупы. То есть, этим параметром еще можно подруливать, и он работает независимо от угла. То есть, ZBrush сначала проверяет на соответствие конечному соотношению, а потом уже, опираясь на угол, удаляет эти ребра. Значение 25 разрешает практически все многоугольники, неважно какой униформы. Потому что это, по сути, очень высокое соотношение. Изменения я откачу. Следующий параметр, Align Loop. Те же самые операции выполняет, опираясь на вот эти параметры, но не удаляет, а выравнивает ребра. Если нажать, то видно, как этот луп падает строго по центру геометрии. Таким образом, можно получать интересные сочетания. Например, удалив лупы вот так, замаскировать. Луп, который не нужен, поставить соотношение повыше, удалите эти лупы. Вот так. А этот луп, который остался, можно выровнять по центру. Таким образом, можно быстро назначить полигруппу. И мы получаем вот такое взаимодействие. Следующая кнопка означает, что этим операциям и выравнивание, и удаление будут подвержены не только замкнутые кольцевые лупы, но и в том числе открытые лупы. И кнопка группировки. Если она нажата, то сейчас значения все стоят на максимуму. И по идее, вот этот луп кольцевой должен удаляться. Серединный. Но я нажимаю, ничего не происходит. Потому что он принадлежит одновременно двум полигруппам. И вот такие лупы, которые принадлежат двум полигруппам, если эту кнопку отключить, я нажимаю, удаляется этот луп, одновременно удаляется и та полигруппа, схлопываясь вот до такого размера. Вот так в ZBrush работают панели. Группировка, разгруппировка, удаление лупов. Мощный инструмент, обязательно им пользуемся. И следующий инструмент, который рассмотрим, это ShadowBox. Сразу обращаем внимание, сейчас находимся вот в этой геометрии. Если активировать эту кнопку, геометрия исчезает, чтобы соответствовать, во-первых, контейнеру этого бокса. Во-вторых, мы теряем SubTool. Если работаем в ShadowBox и хотим сохранить SubTool, мы его должны клонировать. Но в данном случае этого не надо. И сейчас я просто сбрасываю маску, так как здесь сразу маскируется по геометрии в проекциях ShadowBox. Я сбрасываю маску и получаем вот такую геометрию. По сути, это три полигруппы, которые соединены между собой. И на пересечении этих полигрупп, проекции, точнее этих полигрупп, мы получаем геометрию. И рисуя маску вот здесь. На пересечении проекции получаем геометрию. Чтобы рисовать было сподручнее, можно включить режим Transparency, немного подвинуть, и он становится активным. Когда геометрия есть, когда проекция построена, нажимаем ShadowBox снова и получаем вот эту форму эскиза. Если снова войти в ShadowBox, то мы увидим ту же самую геометрию и маски, те, которым она соответствует. Если маски сбросить, сбрасывается и геометрия. Если, скажем, к примеру, открыть этот конус, в Polymesh 3D объект должен быть ShadowBox, и мы сразу получаем маски. Но так как изначально конус выходил за габариты этого контейнера, то он и обрезается. Тем не менее, его можно отскейлить по общей оси, например. И вот так мы получаем форму. Работает этот инструмент по принципу Remesh. Мы смотрели на Dynamesh, но здесь чистый воксельный принцип. Если померить этот бокс, он будет ровно 2 юнита. А мы знаем, что именно бокс в 2 юнита используется как воксельный контейнер. То есть сюда опять-таки насыпаются воксели. И там, где они соответствуют трем проекциям пересекаются. То есть маска, она создает направляющий вектор с каждой из проекций. И в пересечении, в точках пересечения этих векторов создаются воксели. Далее эти воксели сглаживаются по принципу Polish, который мы указываем здесь. И количество этих вокселей мы определяем вот этим параметром. 128 стоит по умолчанию. Нужно определить это разрешение до того, как будет активен ShadowBox. То есть если мы хотим 128 вокселей иметь по каждой из сторон, мы его оставляем таким. Если хотим меньше, ставим меньше. И параметры полировки, если ставим вот таким, то получаем не сглаженные воксели, по сути, вот эти трехмерные кубики, которые у нас здесь и есть. Ну и также этот параметр либо держит форму, либо старается максимум сгладить. И нужно учитывать тот момент, что так как здесь идет проекция только по трем осям, мы не можем работать в три четверти. То есть инструмент он не может взять и посмотреть вот под таким углом, под таким углом, под таким углом. Нужно обязательно, чтобы три проекции совпадали. И сложные формы здесь получить не удастся. Например, сейчас я активирую, маску сбрасываю. К примеру, я хочу получить эскиз улитки на ветке. Рисую ветку. Вот именно под таким углом, 45 градусов. Transparency включен, чтобы можно было рисовать поверху. И теперь тело самой улитки и ее панцирь. Она вот здесь. И вот что мы видим в итоге. Скажем, в боковой проекции я еще могу отрисовать и могу отрисовать в нижней проекции. То есть, как видим, общий силуэт, он сохраняет вот этот объем. Я не смогу нарисовать вот эту ветку, которая идет снизу, тонкой, а одновременно панцирь круглым. Да, потому что только сверху смотрит инструмент. Он не смотрит под три четверти. Он смотрит только строго по проекциям. Я могу попытаться здесь, конечно, сузить. Сальт. Это также работает. То есть, рисуем стандартной маской. Вот так. Это все, что я могу сделать. Да, вот эту форму мне все равно придется править вручную. Тем не менее, очень хорош этот инструмент, как эскизирование, так быстро, в несколько кликов можем опять-таки получать по проекциям базовую форму. И по ней после сброса Shadowbox мы сразу можем начинать скульптить. Этот воксельный принцип ремеша, он отличается от дайна-меш, который мы смотрели. То есть, он работает строго по трем проекциям. И этот инструмент Shadowbox, кстати, очень хорош для понимания как раз-таки этого принципа. Ну и вот видно, что при активации снова съедается эта форма уже до таких размеров. То есть, снова срабатывает полиш и нужно быть аккуратным при реактивации Shadowbox. Если есть необходимость, можно сдублировать эту геометрию, склонировать с обтул и работать уже с новым Shadowbox. Здесь у нас может быть несколько с обтулов и активируя уже второй из них Shadowbox, маску я сбрасываю. Видим, что эта улитка остается она. И по ее форме я, скажем, могу рисовать маской опять на Shadowbox, но используя уже этот с обтул как референс. То есть, сейчас создается новый с обтул и получается вот такая история. Если этот с обтул отключить референсный, то вот такая геометрия создается. А то здесь может быть много с обтулов, но работаем мы только с одним. Shadowbox работает только с одним активным с обтулом. И еще кое-какие особенности есть у этого инструмента. Мы активировали его до этого через вот эту кнопку, но также можно его активировать из Lightbox. Здесь в разделе Tool, Shadowbox есть две предустановки. Одна на 64 вокселя, другая на 128 вокселей. По сути, это тоже Shadowbox, но с изначальной предустановкой. И если его активировать, то мы, во-первых, сразу видим здесь разметку. Разметка берется вот из этой текстуры. Текстура сразу же попадает вот сюда в раздел текстурных карт. Она активна, ее в принципе можно отключить. Вот так и пользоваться только одним Shadowbox. Определяемся. 128 это разрешение вот этой сетки. Здесь будет 128 полигонов. Каждая из проекций, каждый вот этот плейн будет содержать по 128 полигонов. Этот плейн можно вскрыть, либо оставить для видимости и работать только с ним. Например, чтобы не бояться залезть на соседнюю проекцию. Далее показать и работать, например, только с этим плейном. Не боясь, опять-таки, залезть туда. И вот это разрешение как раз определяет и качество маски наносимой и финальный полигонаж вот этого объекта. И видим, что этот Shadowbox имеет полипейнт. То есть сейчас на нем можно красить, например, сделать какие-то отметки себе, если нет никакой текстуры, что здесь у нас правый верхний угол в каждой из проекций. И так как это обычный куб, то у него есть дефолтная UV-развертка. И вот так мы разворачиваем и маской можно уже рисовать здесь какие-то формы. Можно рисовать, можно скрыть, чтобы опять не бояться залезть. И точно так же с маской работает альфа. Например, я выбираю вот эту альфа, растягиваю ее здесь, добавляю маску. Добавляю маску здесь точно так же и добавляю маску здесь. И сейчас хорошо видно при добавлении геометрии, при добавлении маски появляется вот такая индикация, которая говорит о том, насколько сильно отстоят вот эти маски друг от друга. Вот здесь несколько линий темных появляется. И мы можем ориентироваться таким образом. Можем включить текстуру прямо на этой развертке и по ней не бояться залезть куда-то. за границы работать по ней. Когда информация нанесена, сворачиваем и сразу же получаем геометрию на этой поверхности. Polypaint можно отключить, вернуть белый цвет и имеем вот такую геометрию. Вот здесь как раз то, о чем говорили, плюс корявая маска не позволяет получать эту форму, поэтому такая особенность получается. С другой стороны, если у нас есть текстура, мы знаем, что у нас есть текстура, которая работает так, маску я сброшу сейчас, текстуру активирую и при нажатии на клон текче она у нас попадает вот сюда, в стек текстур. Отсюда ее можно экспортировать через экспорт и в фотошопе получить вот такую раскладку. То есть она будет полностью как изображение 1024 на 1024 размером и уже в фотошопе либо в другом редакторе можно написать свой какой-то ориентир. Вместо вот этих проекций back, right, bottom мы можем написать, ну, например, свободу Юрию Деточкину или все, что захотим. Точно так же мы можем нанести референсы в фотошоп, да, уже покрасить, например, проекции, ну, скажем, того же автомобиля болванки. Если взять какой-нибудь blueprint и нанести проекции вот сюда, то в фотошопе у нас получится изображение вот такого плана. То есть мы наносим сюда разные проекции и после этого импортируем в ZBrush уже не как текстуру, а как альфа. И из альфа получаем маску. В разделе маскирования mask by альфа все это мы уже делали. Уроки по альфам и по маскам. Это вы уже знаете. То есть быстро мы получаем маску по трем проекциям одновременно shadowbox, имея нарисованные проекции, например, в фотошопе. Ну, рисуем черно-белым цветом, да, естественно, потому что маска она все равно в итоге черно-белая получится по альфа. И вот так быстро мы можем получать проекции. Маску можно инвертировать, получив вот такую геометрию, например. То есть, строго говоря, все, что нам здесь нужно, это маска и видение модели в проекциях. Ну, либо рисование в проекции, либо нанесение через текстуру какой-то проекции. Ну, еще несколько особенностей этого инструмента. Диви, а в ортогональном, потому что здесь сложно сопоставить. Включаем режим прозрачности, чтобы рисовать через поверхность. И также shadowbox хорошо работает с симметрией, в том числе радиальной. Только нужно поставить локальную симметрию. Можем наносить какие-то вещи. То есть, симметрия точно так же отрабатывает. Вычитается маска зажатый мальт, и мы можем получать вычитающую геометрию. Вот, собственно, и все. Инструмент довольно простой. Да, и еще одно в Lightbox можно найти вот эту предустановку, то есть, не обязательно нам клонировать текстуру всякий раз. Можно обращаться вот по этому файлу. Здесь путь у него указан, где он находится. Можно его сдублировать, сохранить у себя и прямо на лету рисовать в том же Photoshop какие-то проекции, подгружая уже сюда альфа или текстуру. На этом все. Как водится, если находитесь на расширенном курсе, домашнее задание сдаете преподавателю, и мы двигаемся дальше. Удачи и до новой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!